Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку, по Петербургу. Забрел я на улицу Миллионная. Дошел к кафе и когда сидел увидел напротив дом. Дом 22. Так что там подумал 22? Ныне существующий каменный дом был построен неизвестным архитектором во второй половине 1730-х годов на месте сгоревших деревянных палат. Я хочу сказать, что я пользуюсь сайтом сети Волс и прекрасной книгой. Называется «На дома и люди» Анатолия Иванова. Просто потрясающие книги с удовольствием читаю. Это, мне кажется, кладезь. Вот. Ну так вот, на месте сгоревших деревянных палат. Первоначальный облик дома был запечатлен на чертеже из коллекции Берггольца. Из коллекции гольштинского дворянина Фридриха Вильгельма Берггольца, который провел в Петровской России детство и юность. И собрал огромное количество чертежей и рисунков, фасадов и планов зданий нашего города. До 1770-х годов он перестраивался. Первым владельцем дома был Федор Андреевич Апраксин, женатый на внучке первого русского фельдмаршала Александра Михайловны Шереметьевой. В 1733 году сын покойного Федора Андреевича Апраксина, отставной капитан лейб-гвардии Александр Федорович Апраксин, продает этот дом камер-юнкеру двора его императорского величества Василию Сенчу Васильчакову, брату, находившемуся в ту пору в случае Александра Васильчакова. Но я хочу сказать, что вот это вот выражение в случае, оно очень интересное. Ну а попросту он был просто фаворит Екатериной. Вот так скажу. В начале 1778 года Васильчаков продает дом уже с уступкой против уплаченной цены бывшей супруги герцога Петра Берона, знаменитая личность Евдокии Борисовне Берон, рожденной княжней Есуповой, которая поселилась после развода со своим скандальным мужем. Недолго она была владельцем этого дома. Через два года герцогиня скончалась и дом покойной герцогини переходит в собственность ее брата Юсупова, которая в 1783 году все же продает его дом княгине Екатерине Петровне Боротинской за 45 тысяч рублей сумма. Правда, со всей обстановкой. К тому времени дом уже был перестроен и отделан в формах раннего классицизма. Екатерина II предлагала княгине Дашковой купить этот дом в подарок. Но та якобы со своей скромностью предплачла более дешево, чтобы не вводить державную покровительницу в лишних расходов. Новая владельца, известная красавица Екатеринского двора, была дочерью Петра Гольстейн-Бекского. В 1967 году вышла замуж за князя Барятинского. Она блистала в петербургском свете, где имела громадный успех и множество любовных выхождений, как говорит история. Ее роман с Олег Андреем Разумовским привел в конце концов разрывы с мужем. Она поселилась отдельно мужа, приобретенным ей доме на миллионы. Ну и вновь засияла в свете. Продолжала иметь массу поклонников. Жила широко, пышно. Во многих ее приемах и театральных представлениях говорил весь город в свое время. Один из современников вот такой создал портрет Барятинской. Чрезвычайно грациозная, с удивительной талией, выразительными чертами лица. Величавая и непринужденная, в движениях, но вместе с тем немного манерная. Она была очень любезна и даже свободна по прощению. Выразаясь легко и красиво, она усвоила в разговоре тон парижских модниц в свое время. Какую-то смесь философии с чувствительностью и поддельным кокетством. В 1789 году княгиня продала свою дом на миллионы сенатору Диевову. Адриан Иванович Диевов, тайный советник, сенатор, герой чесменского сражения. Супруга Диевова Елизавета Петровна, сестра известного библиофила Бутурлина. Тоже, в общем, была такая достаточно легкомысленная женщина, как говорили в то время. Славилась легкомысленностью, нравом, качеством, не особенно оригинальным, в общем, в то время. Склонной к авантюрным хождениям и так далее. В 1784 году она вышла замуж со своего мужика. Он был ее старше намного. Кстати, в 1784 году на нее упало подозрение, что она вместе с другими придворными принимала участие в изготовлении карикатурных пасквилей на многих царедворцев. И в результате за это супруги Диевов были на некоторое время удалены из столицы. А одна из фрейлин, которая участвовала в изготовлении этих карикатур, была высечена. Они говорят, что Диевов была до крайности эксцентрична и спыльчива. Говорят, что однажды в припадке гнева она бросила в лицо младшему сыну, которого ненавидел упрек его незаконорожденности. Это так потрясло юношу, что он отказался от света и перешел в католичество. Ходили слуги, что находясь в Париже, супруги Диевы взяли на откуп у полиции горный дом, который приносил им огромные прибыли. Но они вернулись в Россию, привезли все модные парижские привычки и принимали утренних посетителей лежа на двуспальной кровати в высоких чипцах с розовыми лентами. Но, наверное, это было модно в то время. Много денег, хорошее здоровье, холодный рассудок, сердце менее чувствительное, чем дано нам бедным смертным. Вот все, что нужно, по-моему, для полного счастья на земле. Так писала Диева в своем дневнике. Надо сказать, что она трагически закончила жизнь, сошла с ума и умерла. В 1795 году дом Диевых был куплен в казну для фаворита императрицы Платона Зубова. По некоторым сведениям, в действительности он принадлежался для его брата Валериана Зубова. Валериан Зубов участвовал в подавлении польского восстания и лишился ноги. Екатерина проявила крайне большое участие, написала ему собственноручное письмо и просила вернуться в Петербург. Когда он прибыл в Петербург, ему был пожал на орд святого Андрея Первозванного, чень генерал-лейтенанта и 300 тысяч рублей на плату долгу. То есть, ему прочему, конечно, она подарила этот дом на миллион. Прошло три года, дом опять меняет хозяина. На этот раз им становится княгиня Мария Григорьевна Голицына, у которой в 1902 году его приобретает новоиспеченный министр внутренних дел граф Кочубеев. Министр внутренних дел граф Кочубеев. Виктор Павлович Кочубеев, родной племянник покойного канцлера князя Безбородка. Уже в 24-летнем возрасте имел чин тайного советника, занимал должность посла в Константинополе. При Павле Первом был лицеканцлером, удостоился среди прочих наград графского титула. Сблизился с великим князем Александром Павловичем. Кочубей сделался одним из его ближайших друзей единомышленников. В 1807 году комитет, негласный комитет из наиболее близких к царю лиц, куда кроме него входили граф Строганов, Новосильцев, был распущен, члены утратили всякое значение, ну и на смену пришли другие. Тогда Кочубей подает в отставку, продает особняк на миллионный, недавно вернувшийся из-за границы князя Долгорукому. Екатерина Федоровна Долгорукая, которая вновь занимает величествующее ей место в Тербургском свете, ее сын позднее вспоминал, дом наш сделался одним из самых любимых. Отборное общество собиралось у нас так, он оставался и преследующим владельцем князя Александра Борисовича Куракина, который купил его в 1812 году после возвращения из Парижа. Князь Куракин отличался большим педантизмом в одежде. Каждое утро, когда он просыпался, Копернинер подавал ему книгу, где находились образцы материи, из которой были сшиты его великолепные костюмы и образцы платья. И при каждом из них надевалась особенная шляпа, пряжки, перстень, табакерка. Говорят, что однажды, играя в карту империатрицы, он внезапно сильно побледнил. Открывая табакерку, он увидел, что перстень, бывший у него на пальце, совсем не подходит к табакерке, которая не соответствовала остальным костюмам. Волнение его в связи с этим открытием было столь сильным, что он проиграл, имея на руках хорошую карту. Такой был человек, очень здорово одевался, на нем всегда был глазетовый или бархатный французский кафтан, на котором, как и на комзоле, все купуговицы были бриллианты. На правом плече он делал жемчужные или бриллиантовые полеты, пряжки на башмачках и рукавиатка. Шпаки были, алмазные грудь и рукава украшали дорогие кружева. В 1810 году он сильно обгорел, едва не погиб, когда был послом во Франции и жил в Париже. Вспыхнул пожар, все бросились к дверям, его, который начал пропускать там вперед, толпа смела, повалила на пол. Ну, как говорят, спасением он был во многом обязан своему роскошному мундиру, залитому золотом. Во время суматохи князь лишился бриллиантов на сумму более 70 тысяч франков, которые похитили с его одеждой. Прошлые годы жизни Куракин составил членом Государственного совета, правил в Петербурге в своем особняке на миллионное. Задавал там пышные пиры, блистательные баллы, на которых собирались все высшее общество. После смерти Куракина дом переходит Потемкину, впоследствии избранному петербургским губернаторским предводителем дворянства. Благодаря своей супруге Татьяны Борисовне Потемкиной, особняк на миллионном сделался центром благотворительной деятельности, известной всей России. Татьяна Борисовна Потемкина, уроженная княжна Голицына, считалась одной из первых красави своего времени. Вот как пишут о ее женихе. Татьяна выходит за Потемкина сына от первого брака Юсуповой. Жених не представляет из себя ничего особенного, но добрый малый, он хорошо служит, скоро будет произведен в полковнике, имеет 10 тысяч крестьян. Кроме того, он влюблен, обещает быть прекрасным мужем, а девица прелестно, она выходит замуж без особой любви, но охотно. Татьяна Борисовна в 1827 году становится председательницей Санкт-Петербургского впечатленного о тюрьмах комитета, обязанностей которой исполняет в течение 42 лет. Кстати говоря, о Потемкиной, вот по свидетельству его внучки Хвощинской, Александр Михайлович был страшный педант и, можно сказать, человек привычки. У него весь день был расписан не только по часам, но даже и минутам. Так, например, если время приходило кончать чтение, он даже и до точки не дочитывал и закрывал книгу. Говорили, что у Потемкина были часы в неделю, когда он никому не отказывал, даже если у него просили денег. И будто бы один из его полемянников, узнав об этом, выпросил у него чуть ли не 100 тысяч для покрытия долгов. В 1868 случилось несчастный случай. Оборвался трос подъемной машины в Николаевском дворце. Машина, в которой сидела Татьяна Борисовна, упала с высоты и ударилась как каменный пол. В шоковом состоянии, с многочисленными ушибами, уже взрослый человек была извлечена из водоплога. Татьяна Борисовна Потемкина скончала в 1869 году. Сам Потемкин умер через три года. В 1880 годах особняк переходит к графу Игнатьеву, винному дипломату, которого сыграл важную роль в проведении активной русской политики на Балканах. В начале царства Александра Третьего он на короткое время оказывается на посту министра внутренних дел. За четыре года до смерти в 1904 году Игнатьев продает дом князю Амбелек Лазареву, который, в общем, и завершил длинный список владельцев этого дома. Семен Семенович Амбелек Лазарев, потомок и наследник двух древних родов, был известным ученым-археологом исследователем древней Пальмиры. Флигель на миллион, но он оставил неприкосновенности от участия здания, которое обращено к мойке, перестроил проект архитектор Воротилов в 1907-1909 годах. Вот, собственно говоря, наверное, и все. Хотя, надо бы, наверное, напомнить некоторые данные из журнала «Столица и усадьба» за 1915 год, где помещено интересное описание внутренних помещений. Главная достопримечательность старого Бероновского дома представляет собой великолепные рестибюли лестниц. Смело и легко вьются кверху в ступени от последней площадки, украшенной громадным зеркалом, расходящимся в разные стороны. Прекрасный легкий потолок полукружьем сообщает всей этой лестнице большую нарядность и стильность. На площадке стоят громадные величины белой золотом торшеры, нарисованные россией, для Михайловского дворца. Прямо с лестницы вы попадаете в большую залу с красивой липной работой нежных тонов. Здесь, как и во всем доме, превосходный паркет. Направо и налево от этой залы, окнами на миллионную, лежит ряд гостиных, кончающихся с одной стороны угловой спальней и с другой большой гостиной с великолепными ламандскими шпалерами по стенам. Во всех комнатах вы найдете превосходную старинную бронзу, мрамор, парфор, семейные портреты, кисти известных художников. В зале возвышается с полу. Четыре колоссальные, более чем в рост человека, бронзовые канделябры Тамира. На стенах два громадных кобелена, представляющие историю Тамерлана и Боезета, исполненные в 17 веке в Брюсселе. Старый дом заканчивается длинной светлой столовой. Вот такое описание дома на миллионный дом 22. Вот я вам рассказал, что нашел на сайте сети Волос и прекрасном издании «Дома и люди» исторических петербургских особняков Испанина Иванова. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok